В единый день голосования, который состоится 9 сентября, в Славянском районе выборы пройдут только на территории Маевского сельского поселения. Там жители будут выбирать главу сельской администрации. Согласно постановлению Краевой избирательной комиссии, два избирательных участка, которые откроются в Маевском поселении, были обследованы на предмет готовности к проведению выборов рабочей группой, в состав которой вошли представители администрации Маевского сельского поселения, отдела МВД, вневедовственной охраны, отдела пожарной надзорной деятельности, управления соцзащиты и председатели территориальной и участковой избирательных комиссий. Об итогах данной проверки нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолий Чумаков. У нас на выборах в Маевском поселении будет задействовано два избирательных участка. Это сельский дом культуры на хуторе Сербина и школа на хуторе Маевском. Значит, рабочая группа посетила избирательные участки. В результате чего было установлено, что избирательные участки готовы к проведению выбора. Имеется противопожарная сигнализация, имеются огнетушители, имеются тревожные кнопки. Значит, все, что необходимо для проведения выборов на избирательных участках, имеется. Оба избирательные участка полностью оснащены технологическим оборудованием, которое будет использоваться в день выборов. Сегодня проведена учеба с председателем, секторами, замами. Учеба именно по подготовке к проведению выборов. И 28 числа мы уже собираем их на учебу, где будут выданы им бюллетени для проведения досрочного голосования. Так как с 29 числа на всех избирательных участках будет проведено досрочное голосование. С 30 числа они будут принимать заявление на голосование вне помещений. Те лица, которые по состоянию здоровья не смогут прибыть на избирательный участок, прибыть или по инвалидности, к ним обеспечат досрочное голосование непосредственно на дому. Но хочу отметить, что для инвалидов на избирательных участках у нас имеются пандусы. 42-37 это участок хутор Сербина. Там имеется стационарный пандус. А в школе там временный пандус, который будет установлен в день выборов. Поэтому, если кто из инвалидов на колясках пожелает прибыть на избирательный участок, их будут ждать на данном избирательном участке. Но мы готовы обеспечить всем, кто не сможет прийти в день выборов, именно голосование вне помещения. Поэтому, в результате проверки установлено, что все избирательные участки к проведению выборов 9 сентября готовы. Поэтому, единственная просьба, я обращаюсь к жителям моего сельского поселения, в день выборов прийти на избирательные участки и отдать свои голоса за достойного кандидата. Продолжение следует...